антон павленко напишите в чате как меня слышно сейчас все обсудим я вижу ваши вопросы это не игнор просто я готовился к данной трансляции так что пишите всем привет привет виктор пишите в чате плюсики если меня хорошо слышно если меня слышно не очень тоже пишите об этом я вам всем очень очень сильно рад это хорошо что слышно и все такое отлично ну что давайте по традиции устроим перекличку городов кто откуда пишите будем передавать приветы я вот данный стрим в принципе спонтанная что-то сидел сидел сегодня утром и думал почему бы не провести стрим тем более очень много людей у меня данным вопросом интересовалась что почему и так далее так что все хорошо да сегодня повестка вообще нашего стрима какая я расскажу вам почему я перешел с линукс операционной системы на базе дра линукса качестве десктопа вот также я сегодня расскажу вообще новые форматы моих роликов в принципе у меня есть несколько идей о которых я о которых знают подписчики телеграм-канала ссылки есть в описании переходите если хотите активно влиять на контент принципе прошлое видео было как раз за счет ваш голосов подписчиков сделано так что все будет хорошо вот так же расскажу что у меня нового непосредственно и может быть если время останется я еще по опросу почитаю интересные для меня истории людей ой надеюсь время останется в общем вот так вот и так так и так сейчас мы будем активно передавать приветы кто у нас тут есть ну москва москве огромнейший привет вот самый большой привет потому что самый большой город скорее всего слишком очень много людей там сургут о ничего себе а сейчас не ночь я как мы когда-то я в одной организации для сургута участвовал в проекте по сайту по моему для инвести для инвестиционного портала сургута если не ошибаюсь бишкек привет вам всего хорошего как и всем в принципе в этом чате в это на этом стриме так далее саратов прокопьевск в калугу тоже привет в питер в питере кстати был два года назад очень понравился еще бы съездил в киев привет саратов москва мурманск волгоград волгоград я тоже хочу съездить но пока времени нет до повестка из военкомата видимо для тебя это очень очень актуально так 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 ростов надо ну землякам привет должен был в ростов завтра ехать но поездка отменилась гомель тоже привет москва орск и так далее вот и так почему я вижу тут люди спрашивают почему я ушел с линукса и все в этом роде на самом деле на сто процентов с линукса и не ушел так как ну как начну так сдалека изначально для меня линукс это принципе операционная система для серверов и в качестве десктопа когда-то и поставил для того чтобы изучать серверные операционные системы потом меня затянуло я понял что я понял что мне как бы чтобы работать с серверами нужно осваивать десктопный ринукс но по большей степени как бы сами гуи я особо не изучал я даже пытался их изучать для контента на этом канала потому что данные видео там типа как маджара там самый лучший аос или что-то в этом роде вот маджара и так далее там убунта лучшие там обои для убунта и все в этом роде но на ю тубе очень принципе стреляет хорошо и много подписчиков на этом набираешь вот даже тот же пример канала плафон он спокойно смог он спокойно смог набрать там почти столько же сколько у меня подписчиков там за меньше года я вижу что видео лагает на самом деле не знаю как изменить качество трансляции с удовольствием это сделано по моему это нельзя сделать не остановив трансляцию так что вот таким вроде так можете можете немножко потерпеть если звук не лагает то я очень даже рад напишите звук не лагает именно принципе меня можно слушать да привет недавно в краснодаре я был привет курск в минск и в калининград ну отлично я просто честно не знаю как снизить качество во время трансляции с удовольствием бы это сделал вот ну сорян на самом деле и все в этом роде так если со звука мог сейчас извините телеграм выключу вот и так забыл самое главное сказать если хотите поддержать канал есть ссылка в описании там вы можете мне задонатить немного денег и там также есть голосование какая операционная система по вашему мнению лучше ну то есть те кто хочет поддержать канал могут проголосовать и там периодически раз в 30 секунд у меня тут слева появляется результат этого голосования итак продолжим линукс я изначально как бы использовал для серверов потому что как бы я собирался быть эти специалистом в принципе как и написано у меня в канале на канале то есть мир айти с антоном павленко то есть в принципе на этом канале я собирался вещать в основном обойти о своем профессиональном пути вот так как я ну какое-то время еще в университете и по-моему до университета понял что в принципе будущее за вебом хотя тогда веб был очень сильно отстающим интернет был по карточкам и так далее но я уже тогда понимал звук погромче могу сделать погромче ремонит по поднести так я могу сделать вот так ну вот я вот я ну как бы линукс изначально как бы для профессиональной среды то есть не для развлечения какой-то игришки я на самом деле за больше чем 10 лет использования линукса так и не попробовал по сути я использовал терминал для того чтобы подключаться к серверам или там настраивать какие-то программы которые необходимы для ну как бы именно для серверных нужд вот в таком роде дальше когда я уже ну как бы более менее привык к линуксу мне в принципе ну как бы нормально все в принципе проблем никаких не возникало именно в профессиональной деятельности то есть администрирование серверов и так далее и тому подобное вот все было в принципе нормально все было в принципе хорошо вот я даже канал вообще в принципе задумывал изначально здесь мануалы для программистов чтобы ну как бы они могли адаптироваться к работе на серверах линукса потому что на некоторых галерах например программисты почему-то чурались линукс боялись его я вот как сисадмин меня не ну как бы задалпывали своим незнанием имени линукса потому что ну как бы я уже долгое время работаю в вебе и там были php программисты которые боялись тупо линукса как огня вот и в принципе канал я начал чтобы для них адаптация какая-то была ну и многие ролики которые были у меня именно про десктопный линукс это я в принципе показывал людям их ну как бы преимущество самого десктопного линукса устраивает недавно как многие знают вот я недавно как многие знают я перешел в другую компанию а подвисла вот сейчас 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 у меня последнее время провайдер выпендривается поэтому все может быть так отвисло вроде отвисло напишите в чате все нормально или нет вот вот отлично так если нормально все хорошо и так я мысль немножко потерял извините дорогие друзья сейчас у нас что-то провайдер чудит я думал что все нормально вот но тут что-то видимо не очень вот и так никак не как как вы знаете я недавно перешел в новую компанию в компании с как как вы знаете недавно я перешел в новую компанию в компании мне предложили на выбор два устройства то есть это mac os вот но как бы macbook либо ноутбук с windows вот так как в принципе windows мне никогда не нравился да и там слэши какие-то не в ту сторону и работает совсем не для программистов или там девопсов и так далее так что вот ну в таком роде в принципе нам нам как бы предложили два варианта то есть mac os и или windows ну я подумал что в принципе mac os мне хотелось бы попробовать ну интересно с это все-таки unix там есть нативный терминал и так далее и тому подобное поэтому я как бы выбрал mac os но ну в смысле macbook мне дали его выдали и в принципе ну единственный macbook не на m1 а на intel на core на intel не помню каком по-моему то ли пятом то ли седьмом не важно в принципе macbook pro ну вот я поюзал в принципе us в принципе мне понравилось ну в принципе ничего не предвещало чтоб я для своего по личного использования использовал ну купил себе macbook но тут такая ситуация сложилась что моя дочка сейчас активно ездит по разным городам на соревнованиях на конкурсы и так далее то есть и я понимал что мне нужно делать для вас контент но хотя бы монтировать у меня должна быть возможность где-то в дороге ну в принципе снимать у меня в дороге тоже есть возможность то есть вышел в парк или что-то в этом роде и ну как поставил камеру снимаешь ну как бы и рассказываешь вам что-нибудь вот и мне нужен нужен был ноутбук чтоб монтировать где-то в дороге и я начал искать что какой ноутбук мне взять чтоб он я мог без батарейки спокойно монтировать где-то сидеть и все такое вот я начал искать ноутбуки ну и я понимал что ноутбук который мне в принципе подойдет по параметрам и по вот вот пожалуйста спасибо за донат огромное вот и вышло что вышло вот я начал искать ноутбуки смотреть что да как и так далее вот ну как бы искать искать какой бы взять мне чтоб поставить туда linux поставить davinci resolve я мог бы в дороге спокойно монтировать без всяких там ну как бы подзарядки ну в смысле без питалого рядом вот в таком роде я начал искать я понял что ценник в принципе эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Где-то до 150, там нормальный Dell, который держит зарядку, где-то в районе 140 тысяч идёт. Ну, подобный ноутбук, чтобы я мог и спокойно монтировать, то есть рендерить и так далее. Потом я начал искать, ну, как бы спрашивать у своих друзей и товарищей блогеров, на чём некоторые монтируют. Ну, описал ситуацию и сказал, ну, типа, как бы, кто сталкивался с такой ситуацией, что надо в дороге монтировать и что они используют. Все в один голос сказали, что, ну, как бы, посмотри в сторону Macbook на M1 процессоре. Вот. Я почитал обзоры, посмотрел, ну, как бы, попросил их порендерить там что-то, ну, как бы, мне там скрины. Экрана прислать, посмотреть что да как и зачем. И я увидел, что, в принципе, мне Macbook на M1 именно подходит. Ну, я заказал Air без батарейки, потому что, ну, как бы, те, кто монтировали, ну, тот же Лёша с канала Диджитализируй сказал, что он на Air M1. И ему всё устраивает, у него такие же задачи, ну, то есть, он кодит, ему нужно DaVinci, Resolve, ну, то есть, с M1, Macbook Air. Вот. И, в принципе, вот сейчас я съездил в Краснодар на прошлых выходных, и я могу сказать, что... Что... Ага, видео подвисло. Ага. И я могу сказать, что данный Macbook меня полностью устраивает. Я, в принципе, сидел на мероприятии, монтировал в районе 6 часов, и он у меня разрядился на где-то процентов... Ну, если я не точно помню, на процентов 60 максимум разрядился, то есть, довольно-таки долго я просидел, монтировал, то есть, монтаж это довольно-таки сложная задача. У меня был подключён к нему внешний жёсткий диск, на котором... ну, внешний SSD, вот, на котором было видео, я при этом монтировал без каких-то этих... Был подключён переходник для флешек, ну, этих, не флешек, а как они называются... Ну, да, флеш-карт, который вставляется в... SD-карты. Вот. Я монтировал и спокойно, в принципе, он выжил, и, ну, как бы, я, в принципе, не прогадал. Вот. В принципе, ну, как бы, какие были предпосылки именно выбора Macbook, ну, помимо того, что мне посоветовали для этого всего. Ну, как бы, покупка ноутбуков для Linux, это ещё тот квест. Я в прошлый раз покупал Dell, но мне нужен был ноутбук просто, чтобы куда-то съездить. Вот. Ну, да. Вот. И получается, что, вот, ну, как бы, я очень долго искал, и я, в принципе, всё равно, установив Ubuntu, в принципе, я пользовался Ubuntu много-много лет, испытывал кое-какие проблемы. То есть, у меня были, там, проблемы со звуком, у меня были небольшие проблемы с Wi-Fi, но это, скорее всего, Wi-Fi-модуль просто слабенький, потому что ноутбук я покупал недорогой, там, в районе 45 тысяч, это полтора года назад было, почти два. Вот. И, ну, как бы, были небольшие проблемы, я с ними мирился, в принципе, я понимал, что это Linux, хотя ноутбук я покупал именно под Linux. Вот. В таком роде. Так что, вот, такие дела. Так что, если там, ну, как бы, отвечая на вопрос, чего ушёл, у меня до этого было Ubuntu на ноутбуке, X Ubuntu на стационарном компьютере. Ушёл я на MacBook Air с процессором M1. В принципе, для монтажа, в принципе, я его брал, мне его довольно-таки хватает. DaVinci Resolve уже адаптировали по M1, и оно прекрасно всё работает. На работе у меня MacBook Pro на процессоре Intel. В принципе, он мне помог адаптироваться к macOS в течение, там, последних полтора месяцев перед покупкой этого MacBook. Так что, вот так вот, задавайте ваши вопросы, если есть. Так, и я сейчас в чате посмотрю, какие вопросы были. Вот. Так, звук я погромче. Да, уставший выгляжу, я очень плохо спал сегодня. Да и у нас такая пасмурная погода. Скорее, я более сонный выгляжу, чем уставший. Да, Apple, Apple, Apple. Так. Торренты я не использую. Спасибо за донат. Вот. Да, вот в таком роде. Слайд-шоу. Ну, ребят, извините, сейчас просто что-то у нас интернет хреновастенький. К следующему стриму я попробую что-то сделать с этим. Вот. Да, iPhone, честно, я не вижу смысла iPhone покупать или использовать. Ну, как бы, у меня, вот я недавно менял телефон, пришлось дочке купить. Точнее, не купить, а дочке нужен был телефон. Она в первый класс идёт, чтобы, ну, как бы, если что, могла нам звонить и так далее. Я себе вот Xiaomi купил. У меня Mi 11 Lite. И меня он полностью устраивает. Небольшой такой. Зачем мне платить за телефон, там, 50 или, там, 60 тысяч, когда мне, ну, как бы, данный телефон вполне устраивает. Я в игрушки на телефоне не играю. В принципе, камера меня тут более или менее устраивает. Ну, снимает. Если что, нужно какая-то более профессиональная съёмка. У меня есть фотоаппарат. Как бы, хоть и кропнутый, но фотоаппарат. Так что всё нормально. Да, да, ну, в Преск, Усинск, извиняюсь. Привет, в Армавир. В Киев тоже привет. Так, так, так. Я брал с 16 гигабайтами. По мне, 8, но это совсем мало. Вот. Я не хочу. Мне пофигу на экосистему. Честно, вот, мне Apple дал при покупке MacBook'а наушники Apple AirPods, или как они там называются. Вот такие вот наушники. Они у меня из ушей выпадают. Я уже в Инстаграме писал. Кстати, кому интересно, моя жизнь, можете подписаться. Я редко там, правда, что-то постю, но бывает. Вот. У меня такое ощущение, что для этих наушников нужен ай-уши какие-то. Ну, так, 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 так. Ребята, ребята. М1, это я уже остановил. Нет, стрим не на Windows, стрим на Linux. Я пока не купил для Mac'а переходник на... Ну, тоже минус такой Mac'а. Ну, в принципе, это современных ноутбуков всех, что нужны переходники. Я сейчас выбираю переходник, чтобы был с Ethernet'ом. Вот. В принципе, Ethernet'а у меня и на старом ноутбуке моём не был, который полтора года назад покупал. Поэтому вот так вот. Ну, если ты только используешь его для просмотра видосов, используя пару программ. Ну, ребят, если вы про iPhone или... Ой, про мой телефон, меня полностью устраивает, потому что я использую только мессенджеры, браузер и там пару программ для телефона. Вот. Так что, в таком роде. Пробовали ли минт? Да, я сидел на минте несколько лет, когда Gnome 3 появился. Если тебе нравится винда, неизвестная панда. Это, наверное, незарегистрированный пользователь. Я только за тебя рад. Мне вообще не нравится. Меня как-то посадили на винду. Я полгода посидел, уволился с компанией. Да, привет, Бишкек. На MacBook Pro снёс macOS, поставил десятку. Зачем? Я уже говорил, я ушёл на MacBook Air на процессоре M1. Что, по-вашему, лучше Kali или ProdOS? Не знаю. Не пользовался ни той, ни другой. Можно сказать своё мнение относительно ESX, WS-Shar, WS-Kubernetes. Я не использовал WS-Shar это решение, поэтому не могу сказать. Кабернетис... Так... Ушефа сдох MacBook за 300 тысяч. Ну, бывает. Так, я уже отвечал на этот вопрос. По-моему, Air M1 16 гигабайт. Если интересно, жёсткий диск 256. Потому что я планирую... Мне для обычных нужд хватает 256. Даже 128 даже хватает для обычных программ. А для контента я всё равно покупать внешний SSD собирался. Потому что там сколько... Ну, как бы... Не хочется так долбить основной диск, который тем более встроен в систему. Я не покупал телефон за 100К. У меня телефон за 25 тысяч. Вот недавно купил. Xiaomi Mi 10 Lite. Нет. Стримлю я с компьютера на... Тут вопрос. Интересно, стримите вы сейчас с Mac M1? Если да, то хорошо. Я теперь точно не буду покупать его. Лагает жутко. Нет. Стримлю я с Linux. В сетях я разбираюсь на уровне DevOps и SRE инженера. То есть, разбираюсь, но не на глубоком уровне, как сетевой инженер. Да, я... Ну, как бы... Мне вообще никогда не нравились вот эти вот втыкачки для наушников. Это по поводу этих ушей наушников. Я люблю накладные наушники. У меня даже, ну, как бы для таких... Я раньше много ходил, ну, в принципе, сейчас периодически хожу. У меня накладные наушники. Вот эти наушники, это такие проводные. Есть беспроводные Sony накладные. Я сейчас их не найду просто. У меня интернет-таймер. Да? Привет тебе из Новочеркасска. Ну, вот, видишь, тебе iPod зашли, а мне нет. Да, с Linux стрим лагает. Ну, как бы, виноват в этом не Linux. А, ну, как бы, возможно, надо провод провайдеру переложить до меня. У нас ветра недавно были. Так. Если тебя посадили на семерку, то это естественный исход. Не, у меня десятка была. Семерка мне, в принципе, норм заходила. Стоит ли ставить Arch на рабочий ПК? Если он тебе нравится, ставь. Вот. А так, на самом деле, я долбался с Arch'ем одно время. Вот. Потому что, ну, как бы, Arch хорош для людей, которые там... Либо с ним уже больше десяти лет, либо каких-нибудь школьникам, которых много времени, они могут в нем ковыряться. У меня особо времени нет. У меня семья, у меня работа. Ютуб-канал тот же. И мне ковыряться в нем времени нет. Хотя многие Arch'еводы говорят, что это быстро ставится по Arch'viki и все такое. А потом программы доставлять, херово тучу времени. Мне это не нравится. На рабочем лучше Ubuntu или OpenSUSE? И OpenSUSE я не использовал, я использовал Ubuntu. А что лучше, это только не попробуешь, не узнаешь. Покажите, пожалуйста, как работает докер на M1. Я не ставил докер на M1 пока, потому что данный компьютер пока использую только для монтажа. Вот. Для... Ну, как бы, я просто пока... Ему там он у меня сколько? Недели две максимум. Вот. Я... Ну, как бы, до своих подпроектов еще не добрался. Вот так. Вообще непонятно, зачем все эти споры. Каждая ОС имеет свои преимущества и недостатки. На самом деле в споре рождается истина. Как бы, каждый в процессе споря понимает, что, да, как и почему. Почему я не использую торренты? Я против пиратства и всякого рода штук таких. Поэтому я не использую торренты. Я все покупаю. У меня куплена подписка на Яндекс.Музыку. Точнее, Яндекс.Плюс. Это не реклама. У меня две Яндекс.Колонки. Одна вот стоит у меня здесь. Я в процессе работы слушаю музыку. Плюс она мне помогает работать по принципу помидора. То есть я ставлю ее, ну, как бы, на будильнике каждые, там, 30 минут. И она меня поднимает. Говорит, типа, вставай, иди работай. Ой, иди отдохни. И все в этом роде. Ну, как бы, удобно. По сути, ассистент, который мне помогает. Поэтому вот так вот, ой, меня куда-то унесло. Так. Так, 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 так. Какой дома роутер используешь? Я использую микротик. Так. Я, по-моему, перескочил уже. Так что, ребята, я, в принципе, сегодня стрим недолгий. Я сейчас поотвечаю, наверное, на ваши вопросы. И как вопросы закончатся, я закруглюсь. Скажите, пожалуйста, есть RDP-сервер по Linux, который работает так быстро, как терминальный сервер? На самом деле, ну, как бы, я тебе так скажу, что, в принципе, RDP – это технология винды. Есть сервер для Linux, он не работает очень хорошо. Он не работает так, как сервер для терминала Linux. Ну, ой. Мегафон. Я не хочу очернять эту компанию. Или как-то что-то. Мне, в принципе, нравится их связь. Но у меня есть знакомые, которые работали в Ростове. И почему-то оттуда ушли. Почему они не говорят? Видимо, NDA. И они перешли, когда я работал в Тиле-2, именно в Тиле-2. Я работал в Тиле-2. Мне, в принципе, все устраивало, там, кроме нескольких моментов, из-за которых я ушел. Вот. Так что, вот такое дело. В принципе, на самом деле, не попробуешь, не узнаешь. Сейчас я вот такой человек, который, ну, как бы, пробую. То есть, я могу пойти в компанию, год поработать, уйти. Я так часто делаю, потому что, ну, как бы, я так часто делаю, потому что, ну, как бы, что-то не нравится. И есть предложение получше, почему бы не уйти. То есть, ты можешь спокойно пойти в Мегафон, получить там опыт необходимый для себя и перейти в другую компанию, когда тебе предложат более лучшую компанию. Ну, и все. Если, конечно, переходя в Мегафон, ты получаешь какой-то буст заработной плате и в возможных скиллах. Так, 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 скажите, пожалуйста, по РДП я уже рассказал, как я отношусь к Маджару. Да нормально я к ней отношусь. Вот. Я, когда ей пользовался, она немножко нестабильная была. Ну, как бы, какие-то пакеты там крашились и так далее. Поэтому я и ее не использовал. Антона, где вы учились? Я учился в Донском государственном техническом университете, он же ДГТУ. Я там даже в профсоюзе работал. Был активным профсоюзным деятелем. Грамоты даже от администрации Ростовской области получал. И скоро, кстати, планирую в октябре, может в ноябре, сходить в родной вуз от своей компании, в которой я сейчас работаю. И напутствовать студентам, рассказать о своей профессии и так далее. Возможно, сниму контент. Антон, есть ли пропал системы виртуализации на macOS с процессором M1 или Intel? Есть ли прирост производительности по сравнению с Linux? Я не использовал системы. Я сейчас, честно, как это сказать, я сейчас не тестировал прям эту OS. Когда я протестирую прям то, что мне, по крайней мере, нужно, я сниму видео, стоит ли DevOps и SRE переходить на MacOS, Macbook на процессоре M1. Так что ждите видео, когда у меня будет время, я все протестирую и так далее. Что такое SRE? SRE это, если вкратце, это специалисты по надежности систем. Я так скажу, раньше, ну, как бы, в принципе, были сисадмины, были тестировщики. Вот. Ну, как бы, с ростом высоконагруженных сервисов. Раньше как-то пофигу было. Ну, ты написал код, собрал, программист написал, тестировщик протестировал. Там, сисадмин или кто-то его собрал, куда-то установил. Сейчас, так как, ну, как бы, фич хотят много, фич хотят часто. И сервисы должны работать сейчас 24 на 7. То есть, у нас нету периода, когда мы можем там отдохнуть и все такое. Появилась необходимость, чтобы были инженеры по качеству, то есть, QI инженеры, то есть, которые будут отвечать за качество кода и качество сервиса. И есть инженеры по надежности, которые, в принципе, отвечают за надежность системы 24 на 7. Более подробно я сниму об этом видео. Ждите тоже. Я, ну, как бы, вкратце рассказал, в принципе. Я рассказал уже, почему я ушел с Линукса. Пересмотри, пожалуйста, видео, как стрим закончится. Подскажи, как крупные фирмы делают себе HTTPS, покупают, ну, сейчас не SSL, TSL сертификаты. Да, сейчас, да, они покупают, особенно банки или там какие-нибудь мультимедиа компании, да. Да и, в принципе, купить SSL сертификат гораздо удобнее. Потому что многие компании хотят WorldCard сертификат. То есть, сертификат для своих всех поддоменов. Вот. Поэтому они покупают себе SSL сертификаты, да. Вот. Потом их долго и нудно распространяют. Так, 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 сейчас. Ой, книги я, честно, не посоветую. Я за свою жизнь книг очень мало прочитал. Это букварь «Преступление», а, «Мёртвые души», «Евгений Онегин» и книгу «Юникс» и «Линус» и «Руководство системных администраторов». Всё, больше я книг не читал. Вот, именно полноценно, чтобы я её прочитал. Вот. Почему КДИ так тормозит? Наверное, у тебя видеокарта слабая. Да, я зачитываю всё подряд. Может, что-то интересное. Ну, если десктоп написать неправильно, я потом поправлю, извините. У меня не... Как бы... Я пишу с ошибками. К сожалению, не весь контент доступен в России лицензионно. Как тогда вы выкручиваетесь без торрентов? Я... Я не использую такой контент. То есть, если организация решила, что данный контент распространяется по подписке или по какой-то либо лицензии, то есть, не open source, не бесплатно, я им не пользуюсь вообще. Вот. То есть, я ищу альтернативы. Либо покупаю, либо не использую, либо ищу альтернативы. Да, я в принципе... Ну, мне вообще это актуальный вопрос. DevOps на M1. Да, актуальный вопрос, но единственная проблема в том, что мой... Ну, как, не рабочий компьютер у меня на M1. Рабочий компьютер на Intel, поэтому тяжело прям вот так вот взять и... Ну, как бы, все просмотреть. Это только выходные. Да, главное не уснуть. Стараюсь не уснуть. Я вот чайку себе заварил. Пуэр. Мне пока нормально, но не все работает на M1. Вот. Не все программы. Это надо смотреть, искать. В общем, берешь интернет... Берешь список своих программ, которые тебе нужны. Берешь интернет и ищет, адаптирована она на M1 или нет. Это вот как с Linux, в принципе. Вот. В таком роде. Я ушел... Пересмотри видео, почему я ушел. Ну, как бы... Когда стоит использовать кубернетис, а когда докерсформ, в чем разница? Докерсформ сейчас умирает. Кубернетис стоит использовать, когда вам нужны надежные микро... Надежная микросервисная архитектура. Потому что, когда у вас дохрена сервисов, и их нужно множить, кубернетис это самое то. Вот. А если у вас статическая инфраструктура... Ну, кубернетис удобен тем, что сервис сдох, он поднялся, там, ну, как бы, все такое. В принципе, докерсформ отчасти тоже раньше выполнял это все. Ну, сейчас докерсформ потихоньку умирает. Так. А где сообщения? Все без сообщений. Нет сообщения. Ну, ладно. Итак. Так. Спасибо за ответ по RDP. Работаю в металлургической компании. Нам Microsoft перестали продавать. Ну, перестали продавать, используя RDP сервер Linux. Но он будет немножко подлаген. Как впечатление? Ну, если вкратце, нормально. Единственное, что были проблемы там с горячими клавишами, с раскаткой клавиатуры. Это промо КОС. Вот. И все в этом роде. Так что вот так вот. Так, спасибо за ответ. Пожалуйста. Какое у вас знание английского? Читаю, перевожу. Все. Разговаривать я не умею. Он нужен. Если бы я знал английский на разговорном уровне, я бы сейчас работал на заграницу и получал гораздо больше денег. Но мне он прям не дается. Наверное, надо как бы нанять. Мы в матрице или нет? Да, мы в матрице. Переобулось с обычного аналитика в системного аналитика. Страшно. Так, ну, страшно. Ну, как бы, женщинам всегда страшно делать первый шаг. Да и, в принципе, мужчинам перейти на другие работы. Особенно, когда ты просидел где-то на одном месте 8 лет. Я стараюсь. Ну, по крайней мере, вот я нашел крупную компанию. Надеюсь, здесь я проработаю больше, чем один год или полтора года. Ну, посмотрим. По крайней мере, компания более такая продолжительная. Windows 11 я не пользовался. Windows я последний пользовался семерку. Потом мне непродолжительное время на десятку. Она мне не понравилась. Знаю, вот, например, недавно общался с одним из блогеров, который вы знаете. Многие, по крайней мере. Вот, ему 11 винда не зашла. И он даже на мак решил перейти. Хотя он активный виндузиатник. Дебиан я не особо люблю, честно тебе скажу, потому что с ним вечные проблемы. То какой-то модуль старый, то ли еще что-нибудь такое в этом роде. Так, слышал я смерти Алексея Лещенко? Да, слышал. Это, на самом деле, потеря для Ютуба. Он, ну, в принципе, хороший харизматичный парень. Хотя контент не всегда мне близкий. Но люди его смотрели. Это плохо. Ну, вообще смерть это плохо, на самом деле. Тем более в таком возрасте. Вопрос такой. При изучении нового материала, выполняя проверочные работы, они с ошибкой. Но при возвращении к ним повторно выполнение... Учу пазгресс. Хрен его знает. На самом деле не могу понять, что ты хочешь от меня. Вот. Использовали php admin. А, ldap admin. Не, не использовал. Да, Грещенко. Жаль. Очень жаль. Понятно. Если бы мне дали MacBook, то я бы тоже MacBook'ом пользовался, наверное. Тут даже... Обвинять не в чем нельзя. Шоу-шоу. Мне дали MacBook, но я еще и купил MacBook. То есть у меня сейчас дома их два. Так что вот в таком роде. Ребятки, есть еще вопросы? Ребятки, девчатки и так далее. Я после этого стрима все-таки, надеюсь, соберусь и выпущу видео по поводу MacBook'а. Артем, я не программист. Я SRE-инженер. Я пишу код инфраструктурный. С UBD я очень мало работаю. Сколько стоит, чтобы я улыбнулся? Не знаю. 10 рублей. Стол хороший, да. Он меня радует. В принципе, я практикую периодически стоячую работу. Вот. Все хорошо. Нет. Пиво я не пью. Алкоголь я вообще не употребляю. Это Poer. В принципе, чай, если он зеленый, он такого же цвета, как пиво. Я не знаю, когда будет видео насчет macOS, потому что я как бы завишу еще и от рекламодателей. Вот сейчас у меня пока есть перерыв. Я делаю контент, который я хочу. Нет. Linux на десктопе не мертвый. Если ты системный администратор, программист, не фронтенчик, то есть бэкенчик или инфраструктурный программист, Linux на десктопе это топчик просто. Но если ты креатор, то есть создаешь видео, тебе нужно бегать, прыгать с ноутбуком. Я в основном перешел и на macOS из-за его компактности. То есть не на macOS, на macbook. Из-за его компактности, из-за его батарейки. То, что он долго... Ну, я реально тестировал. Он у меня прослужил, ну, естественно, периодического использования. Там в сумме где-то, ну, около 10 часов. Как бы, очень мало компьютеров, которые будут работать на Linux. Тем более, Linux на ноутбуке еще полностью не оптимизирован и так далее. Дорогой ли софт для macOS? На самом деле, я использую бесплатный софт. У меня сейчас на macOS стоит DaVinci Resolve бесплатная версия. То есть не студия обычная, бесплатная. Потому что мне ее хватает с головой просто. Ничего нет такого в платной, что мне нужно. У меня стоит Audacity для обработки аудио. А так, можно было, в принципе, купить комплект Apple-овского ПО. То есть там Final Cut для обработки звука, фотографий. Так я могу для нее купить себе софт. Так что... Не дороже, чем на Windows. Я понимаю, что многие его не покупают и делают очень плохо. Что там с комедийной... На самом деле, завис стрим. На самом деле, с комедийной карьерой пока все плохо. У меня депрессия. Мне надо и жило писать шутки, прибаутки. Плюс я очень сильно... Очень сильно устаю. И, ну, как бы... Понимаешь, шутки писать... Я сыграть могу все, что угодно. Шутки писать тяжело. Это очень сложно. А мне надо работать. То есть, в таком роде. Вот. Что бы вы предпочли? К Субунту или Маджара? К Субунту. Потому что я ее использовал. Линукс, как универсальная система, как был недопиленный лет 10 назад, так и сейчас. Уже не верится, что он поменяется. На самом деле, Линукс очень сильно прогрессировал за последние 15 лет. И он очень хорошо, как бы, для десктопа. Ну, как бы, уже предназначен. У меня на канале есть уроки по Линуксу. Сейчас в планах пока вроде нет прям много сильно уроков. По инструментам разнообразным, которые нужны для системных администраторов, доопсов или еще что-то в этом роде, то да, будут отдельные видео по этим инструментам. Да и уроки на самом деле никто не смотрит. Если делать какой-то серийный, я пробовал делать серийные уроки, первый урок смотрят много, а потом перестают смотреть. Возможно, оно там будет набирать потом, но некоторая информация, например, устаревает и все в этом роде. Да, стрим подлагивает, извините, это интернет. Заметил, что установка софта на МакУэс в разы легче, чем на Линукс. Ну, смотри. Мне на самом деле удобнее ставить софт на Линукс. В терминале. Я недавно наставил, пытался наставить МакУэс из терминала, и у меня что-то не завелось, не помню, что. А когда поставил с графического интерфейса, завелось все. Так что вот так вот. У меня была именно депрессия клиническая. Ну, как бы я лечусь у врача, пью таблетки и так далее. Вот недавно забыл в поездку таблетки взять, опять разбила. Так что все нормально. Чем занимается компания, в которой работаете? Финтех. Я работаю в Тинькофф. Привет, Антон. Спасибо за творчество. Вопрос следующий. Перевожу. Перехожу с первой линии техподдержки на позиции ДВОПС СРЕ. Практикант. Хотел спросить, на что сделать упор в изучении? Знаю, что размытый вопрос. У меня, в принципе, два видео по этому поводу есть. Один это стрим. Мы там с Женей это рассказывали. А второй просто, что должен знать ДВОПС Инженер. С Женей и Артемом, по-моему, стрим был. Так что посмотри, пролистай по каналу. Там два видео есть. В принципе, тебе этого хватит на первое время. А потом уже все зависит от твоей компании, какие там есть инструменты. Если вкратце, это ГИД, ДОКЕР, ЯМЛ. Надо изучать, потому что он везде. Немножко программирование, потому что без него тоже никуда. И так далее. Ну, в общем, посмотри видео. Не хочу повторяться. Мне ваши видео помогли пройти техническое собеседование. Мне, на самом деле, мои видео тоже помогают проходить техническое собеседование. Сколько часов работы уходит на производство одного ролика? Честно, много. Я утром стою в 6 утра каждый. Ну, бывает, ну, как бывает. Если я не устал, то среди недели встаю в 6 утра и в течение где-то до 8-9, в зависимости от того, есть у меня вокал или нет. Вот. Есть у меня вокал или нет, я пишу сценарий. Ну, в среднем, ну, где-то один ролик. В принципе, тут зависит от того, какой ролик. Если это образовательный ролик, и мне надо ковыряться, разбираться, читать документацию и все в этом роде, я могу очень много на него потратить. То есть, я, ну, как бы с утра трачу на это время, там, по 3 часа, то есть, целый день. Ну, как бы всю неделю. 5 дней в неделю, рабочую неделю. Вот. Это сколько у нас? 15 часов. И все выходные я трачу на создание ролика. Не знаю, сколько там часов, потому что я выходные еще, там, езжу по делам семейным. То есть, я утром встал, дописал сценарий, снял ролик, поставил его, там, обрабатываться и все в этом роде. Поехал, там, куда-то жену отвез, или, там, ребенка куда-то отвез, там, на занятия ребенка. Ну, в общем, на самом деле, YouTube, YouTube очень много времени занимает. Вот. Я бы хотел это время сократить, на самом деле, потому что есть еще интересы свои. Вот. Нет, я не смотрю сериалы, потому что у меня на это нет времени. Linux для фронтенда не подойдет. Ну, смотри, если ты используешь, короче говоря, если ты используешь Photoshop, то на Linux его нет. Если у вас там какие-то другие фигмы и так далее, программы, которые на Linux работают, то, в принципе, подойдет. Ну, там все есть, что нужно тебе видеться, вот, Photoshop и все такое. Chromebook – это будущее Linux десктопа? Не знаю, я им не пользовался. Вот. Понял. Просто мне сложно представить, что какой-то, какой-нибудь Яндекс идет платить условному рек. И еще вопрос, какого регистратора, домена и хостинг-провайдера посоветуешь? Мне дали свободу выбора. Я не могу ничего посоветовать, сейчас я этим не занимаюсь, честно. Вот. Тяжело. Вот. Яндекс является сам регистратором домена. То есть, они, ну, как бы, могут себе сами регистрировать домен. Спасибо за пожелание здоровья. Ну, как бы, мне тоже, в том числе, ваши видео помогли после собеседования. Ну, сказали, что наберут. Не отчаивайся, ходи на собеседование. Чем больше ходишь, получаешь опыт, делаешь выводы какие-то, подчитываешь что-то. Вот. Я думаю, даже 20-30 собеседований, если пройдешь, кто-нибудь до тебя, тебя возьмет. Ну, каждому сотруднику найдется свой работодатель. Единственное, что, ну, как бы, согласишься, ты работать у них или нет. Ну, найти заработные ожидания или так далее. Стыджун. Я, например, советую, ну, как бы, пойти к любому работодателю, насколько бы он тебе нравится, не нравится. И получить опыт. И уже там через год искать работу где-нибудь еще. Будет круто увидеть контент из ДГТУ. Если разрешать снимать, на самом деле. Ой, как я отношусь к вакцинации? Положительно, но сам не вакцинировался. По, ну, как бы, психологическим причинам. Какой у вас автомобиль? Я езжу на ВАЗе. ВАЗ 2114. Самый, самый первый сборки. Вот. Про машину я только что ответил. Спасибо за донат. Вот. Я, ну, как бы, не особый любитель машины. Мне машина нужна для семьи. Ну, как бы, я особо никуда не езжу. Я работаю дома. Данная машина нам досталась практически бесплатно. Ну, как бы, меня она устраивает. Вот. И все такое. В таком роде. Вот. Так. Так, 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 так. Так, что в таком роде. Я... Какой я бы хотел автомобиль? Да не знаю. Честно. Я особо не разбираюсь в машинах. Конечно, когда... Ну, как бы, я говорю, что я не разбираюсь в машинах. А потом мои знакомые узнают, что я там чинил. У меня была ВАЗ 2105. Я у нее клапана чинил. Лазил в мотор. Ну, как бы, настраивал там угол зажигания. Она была карбюраторная. И все вот такое. Вот в этой машине я даже менял, например, бензобак. У меня пробило бензобак. Я поехал, новый купил. Дома поменял. Вот. Ну, по сути, как бы, диагностировать какую-то проблему я, например, не могу. Я просто... Ну, как... Мне сказали, что там есть такая-то проблема. Посмотрел в интернете инструкцию, как поменять там что-то. И все. Саша, и тебе спасибо за донат. На самом деле, ваши донаты меня очень сильно мотивируют делать контент. Вот. Когда вот грустно, я прихожу на стрим, смотрю на донаты, и ваше спасибо, и у меня сразу становится весело. Вот. По крайней мере... Ну, вот, честно, я вам скажу, я за ваши донаты особо даже, ну, как бы, ничего себе, лично себе ничего не покупаю. Я все вкладываю в канал. То есть, на ваши донаты, и... Ну, плюс, конечно, от рекламодателей деньги. Были куп... Была куплена камера, были куплены микрофоны, и все такое. Вебки всякие покупаю. Ну, как бы, на себя ничего не трачу. Вот. Насчет Vim, ой, GIMP. Если в формате Photoshop тебе предоставили файл, а этим фронтенчикам обычно так и предоставляют, вот, то... ГИМПом тяжело открыть. Ну, да. Вот. Знакомые работают разработчикам в одном банке в Европе, так как есть парочка программистов, которые поддерживают софт на Каболе, и зарплата у них конская. Ну, и как я говорил в прошлом видео, можете посмотреть, зайдя на канал. Я считаю, что если у тебя специфическая какая-то штука, которую я не могу куда-то продать, ты мне, естественно, должен платить много денег. Плюс, ну, как бы, это экспертиза. Вы мало людей на Каболе найдете, и их, ну, как бы, работодателю надо удерживать. Естественно, ну, они там скажут, да нахрен мне этот Кабол, пойду Джаву выучу, там, или, не знаю, Питон, или PHP, или JavaScript. Там платят больше. И им скажут, не, ребятки, работайте на Каболе, и мы вам будем платить соответствующие деньги. Так что, все нормально, все хорошо. Вот. В таком роде. Так, кто-то прислал донат на карту Тиньков. Спасибо вам большое за это, Иван. Так что, ну, как бы, есть у вас какая-то технология, которая мало где востребована. Вот такая вот штука. Вот. Если ты мало зарабатываешь при этом, это плохо. Просто я из одних компаний также уходил из-за того, что там не было, ну, как бы, были технологии, которые я дальше не продам. Вот. И платили денег ниже рыночной стоимости. А повышать не хотели. Какие каналы смотрю на Ютубе? Я смотрю каналы... На самом деле, если говорить IT-каналы, раньше я смотрел Бороду, сейчас не смотрю, потому что слишком уж большие у него видосы стали. Ну, Лекса я знаю, Лекса я очень люблю. Вот. Он очень молодец. Он развивает активно наше IT-сообщество, IT-YouTubers. Сейчас мы переименовались, были IT-YouTubers.ru. Вот. Сейчас IT-YouTubers. Потому что некоторые каналы, которые из СНГ не хотят ассоциировать себя с Ру. Вот. Опять я насрал. Вот. Так что, в таком роде. Кто запрещает снимать? Я не знаю. Ну, как бы, можно в... в УЗИ снимать или нет. С Виталием Маркосовичем. Я не знаю, помнит он меня или нет. Вообще, ты меня в миру знаешь. Ну, как бы, пересекались мы с тобой в ДГТУ. Вот. Глупый дурачок. Так что, вот так. Не считаешь ли, что депрессия как-то связана с нахождением постоянно за монитором? Не практиковал ли с врачом нахождение в абсолютной темной комнате? Смотри. Депрессия, она связана в том числе и... Это... У меня, как бы, депрессия была от усталости. То есть, YouTube, постоянные поездки в Ростов. Я два с половиной часа туда ездил и двадцать с половиной обратно. То есть, я не отдыхал, мало спал. И это, ну, сказалось на депрессии, выгорании и всё в этом роде. Так что, ребята, следите за своим сном, пока вы молодые. Вот. И поменьше нервничайте. Включайте здоровый пофигизм, как говорится. Как говорила моя мама, врач на больных не обижается. Вот. Какая у меня погода за окном сейчас? Не знаю. У меня окно закрыто. На самом деле пасмурное. Спасибо вам за добрые слова. Сколько получают САПовцы, я не знаю. Сейчас в IT не принято делиться своими зарплатами в организации. Мог бы вести утреннюю зарядку? Мне для начала, чтобы вести утреннюю зарядку? Не, на самом деле, я вполне думал об этом, именно сделать зарядку для жиробасов, как я. то есть, ну, как бы, на Ютубе нету такого контента, в плане того, что, ну, как бы, там везде такие стройные девочки или мальчики, которые там прыгают, бегают и так далее, но людям с лишним весом, например, многое нельзя. Поэтому я вполне думал о том, чтобы, ну, я все равно зарядку каждое утро делал, я думал вести стримы. Вот. Так что в таком роде. Я советую одну книгу. Юникс и Линукс для руководства системных администраторов. Эви Немет. Такая женщина есть. Вот. Это единственная книга, которую я прочитал. А остальное, это только практика. Так что вот такие дела. Прокси-сервисы. Я офисным админом уже давно не работаю, поэтому тяжело мне что-то советовать. Да, по отчеству я Трофимович. Если кому интересно. Да, мне очень не хватает умерения. Прям мысли постоянно терзают. На самом деле надо уметь отключаться. Я для этого, знаешь, что сделал. Я пошел заниматься вокалом. Когда я занимаюсь вокалом, я занимаюсь вокалом. Мысли меня вообще не посещают. Я кайфую от пения. Вот. Единственное, сейчас у меня болит очень горло. Ну, то есть я уже, она уже проходит, но две недели болел. Я не ходил. Прям не очень. Я утром прям хожу. Вот. Час занимаюсь и иду работать. Мне как раз 15 минут от ДК ехать до дома обратно. И все нормально. Я не грустный. Я на самом деле уставший. Ну, да, депрессия она такая. Вот. Как маг на работе дали, так и слил идею open source на десктопе. Ой. Я на самом деле, как тебе сказать, не считаю, что кто-то, ну, как, никогда не был адептом open source. Для меня все это инструмент. Что со спортом, чем раньше занимался. Ну, сейчас все со спортом плохо. Сейчас я себя не могу им заставить заниматься. Вот. Меня разбило недавно сильно. Вот. Сейчас я не могу им заставить заниматься. Ну, в скором времени начну. Раньше я занимался вольной борьбой, легкой атлетикой, и тяжелой атлетикой, и футболом занимался. И даже занимался реконструкцией и толкинизмом. Вот. Есть канал сидячий образ жизни, там про зарядку для жиробасов. Круто, не видел. Так что все нормально. Да, утренний стрим, зарядка с Антоном Павленко. Ну, может быть, как-нибудь дойду до этого. Добрый день. Как относитесь к FreeBSD? Никак не отношусь. Она уже потихоньку умирает. По крайней мере, для моих... Цель... Для моей жизни... Ну, как бы, моих задач. Вот. На высоконагруженные сервисы. Хотя, вот, в принципе, есть FreeBSD панель... Панель управления для, типа, что-то шлюза. Для FreeBSD, не помню, как называется. И люди пользуются. Я вот в одно время выгорел на работе, сон потерял на 4 года. Пытался лечиться вином. Ребята, забывайте про алкоголь. В принципе, вышеобразованные все-таки люди, ребята и девчата. Алкоголь до добра не доведет. Вот. Я вот, например, не пью алкоголь уже много-много лет. Вот. И чувствую себя прям хорошо от этого. Да, да. Да, таблетки. Только таблетки помогают от такого. Лучше. Если... Ну, как бы, если есть проблемы, лучше обратиться к специалисту. И лечиться. Раньше я тоже не любил специалистов и так далее. Хоть меня, в принципе, и залечили, как говорится. Вот. Но все равно есть и хорошие специалисты. Я сейчас тоже топлю за Linux на серверах. Вот. Я, как бы, сейчас периодически прогуливаюсь тоже. Ну, у меня, блин, последние три недели очень болела нога. Вот. Я что-то расклеился, на самом деле, по здоровью в последнее время. Вот. И поэтому я оставил пробежки, о, проходки. Бегать-то нельзя с таким весом. Реально ли устроиться джином в девопс на удаленке после много лет админства в офисе и пара лет в поддержке? Реально, вполне. Если ты дома обучишься тому же, там, докеру, ансибол и так далее, и тому подобное, то, что нужно на работе тебя с руками заберут, потому что тебе не нужно учить, как работает сеть, как работает Linux и так далее. Да, сейчас уже размыто это все, спокойно можно работать где-то удаленно, все нормально. У меня Windows и не было на десктопе. Так, ребята, я смотрю уже, в принципе, вопросы не совсем те, которые в повестке этого стрима. Я уже, на самом деле, немножко устал. Вот. И хочу отдохнуть, как говорится. Я рад был очень сильно с вами пообщаться. У меня уже, честно, мозги заплывают. Я очень сильно был рад с вами пообщаться. Спасибо, что посетили стрим. Спасибо за ваши добрые слова, за ваши донаты. И также за ваш бомбеж о том, что я ушел на macOS. Спасибо вам за все, за то, что смотрите канал. Кто не подписан, подписывайтесь. Заходите в Телеграм-канал. Скоро там будет интересно. Кстати, я готовлю шоу Траблшутинг. Кто хочет поучаствовать, в Телеграм-канале есть информация. Так что смотрите, подписывайтесь на соцсети, следите. Ну, в Телеграм-канале вообще много интересной информации, в том плане, что я... Ну, как бы... Первая информация и первая, где я с вами чем-то делюсь, это Телеграм-канал. Я, конечно, не агитирую прям, чтобы все прям подписались. Если интересно, подписывайтесь. Ссылка есть в описании. Удачи вам, спасибо вам за проведенное время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok